Всем большой привет! С вами Вика. Это видео будет о фаворитах месяца август. Сама я люблю смотреть такие видео, но почему-то редко снимаю. Вот решила исправиться. И давайте начнем с таких, можно сказать, хитов ютуба. Покажу вам сейчас три вещи. Первая это просто тенгл тизер. Если я правильно произнесла. Такая вот расчесочка. Сейчас я вам расскажу, как она стала моим фаворитом. Как она вообще у меня появилась. Дело в том, что эту расческу купила мне Яна, моя сестра. Я у нее увидела эту расческу с овечками. И сказала, ой, у меня до сих пор нет этой расчески. И она мне привнесла такой подарочек. В общем, купила эту расческу. И я положила на барную стойку. И еще в упаковке вечером домой пришел муж. Увидел эту такую загадочную упаковку. Этот загадочный предмет какой-то непонятный. Не похожий на расческу. В общем, он раскрыл. Решил воспользоваться. Ему так понравился эффект, что он решил забрать себе этот тенгл тизер. Я была не против, конечно же. И позже уже появилась такая расческа у меня. У него такая сейчас фиолетовая. А у меня золотая. Очень красивая такая коллекция зеркальная. Ну, а по поводу самой расчески хочу сказать вам, что понравилась и моему мужу, понравилась и моей сестре. Я в полнейшем в восторге. Помните, да, мою проблему вот эту вот с сильно запутанными волосами после мытья? Конечно, эта расческа ее не решает. Но чуточку все-таки стало легче. Чуточку приятнее стало жить с этой расческой. Так что всегда она при мне. Вот с тех пор, как у меня эта расческа появилась, обычными расческами я уже не пользуюсь. Надо будет еще приобрести такую, чтобы где-то запасная лежала дома. Дальше моими фаворитами, моими любимчиками стали EOS. Я их, конечно, давно люблю. Но в последнее время, видимо, летнее такое настроение. И прям хочется ими пользоваться постоянно. Купила себе еще несколько штучек. В данный момент у меня розовенькая и красненькая. Очень мне нравится розовая. Запах потрясающий. По-моему, это клубника. Да, такой запах из детства. Запах клубники. Яркий аромат, очень сладкий. И мне очень нравится, меня забавляет, когда я где-то в общественном месте быстренько достаю из сумки этот EOS и крашу им губы. Все люди как-то так сразу обращают внимание, как бы стараются не смотреть, но пытаются смотреть. В общем, очень такое забавное зрелище, потому что похоже вообще на какое-то, не знаю, яйцо из киндосюрприза пластмассовое, желтенькое. Помните, из нашего детства? Тут я такое достаю, открываю. Тут вообще какой-то бальзам, начинаю красить им губы. В общем, да, интересно все это смотрится. Яркое, по-летнему, забавное. В общем, нестандартное, нетривиальное. И, наконец-то, у меня появились Invisi Bubble. Тоже, если я правильно произношу. Это такие hair rings, то есть это резиночки для волос. Они выглядят как такие пружинки. На самом деле, они, конечно же, нам напоминают телефоны из нашего детства проводные. Вот помните, как мы раньше растягивали постоянно эти провода? Вот, как-то их там сворачивали. Вот то же самое. Очень похоже. И прям материал какой-то такой похожий. В общем, эти резинки созданы, я так понимаю, для того, чтобы на ваших волосах не оставлять заломов. То есть, когда мы делаем какой-то обычный хвостик, и если мы его делаем в один раз, а если вообще в два раза мы его делаем, то у нас часто на волосах остаются заломы, после того, как мы снимаем резинку, да, у нас тут полоса, тут полоса, это все очень смотрится некрасиво, особенно если вы надели эту резинку, когда у вас волосы еще не совсем высохли, ну, вернее, нет, а просто резинку, когда у вас волосы еще не совсем высохли, то по-любому заломы останутся, а с этой резинкой вроде как их не должно оставаться. Я пользуюсь неделю, пока мне сложно сказать, может быть, у меня текстура волос поменялась, не знаю, во время беременности, но действительно, заломов никаких не оставляет, единственное, что снимать нужно очень так медленно, осторожненько, то есть она посложнее снимается, чем обычная резинка. В коробочке тут три штучки, к сожалению, все цвета одинаковые, я когда брала, думала, что это одна просто так свернута, оказывается, тут три. Вообще, в идеале, конечно, было бы хорошо, если бы была какая-нибудь красненькая, желтенькая, синенькая, а тут три синенькие. Ну, ладно, в принципе, ничего страшного, буду знать, что это три маленьких, поэтому еще какие-нибудь другие цвета докуплю. А сейчас я быстренько перескочу к аксессуарам, к обуви. Моими фаворитами, моими любимчиками в этом месяце, и в предыдущем, и вообще все лето, были эспадрильи, очень они мне нравятся, они подходят к моему любимому серенькому костюмчику, и в них безумно удобно. Вообще, как в домашних тапочках, конечно, они, может быть, смотрятся не особо-то и женственно, но все равно стильно. И у меня размер, кстати, достаточно немаленький, и они более-менее на ноге смотрятся, и мне очень удобно в них гулять, просто невероятно. Я могу проходить вообще там километры, километры, и тем более я еще в положении сейчас, и с колясочкой, поэтому вот такая вот обувь мне просто необходима. Я очень рада, что я их нашла, и буду носить, я надеюсь, еще долгое время. Так, а теперь давайте попрыгаем от обуви до декоративной косметики. Я посмотрела какое-то время назад видео несравненное Вики 3000, очень мне эта девушка импонирует, и она рассказывала о тональном креме от Герлен Терракота. Вы, конечно, можете у нее подробнее посмотреть, потому что у нее отдельное видео этому посвящено, и она всегда четко рассказывает о продукте, и мне захотелось попробовать. В общем, этот тональный крем с SPF 20 у меня в оттенке Light, и то этот оттенок оказался для меня темноват, поэтому если я его нанесу, он будет смотреться как маска, поэтому я его смешиваю со своим дневным кремом, и наношу, и действительно появляется какое-то такое легкое сияние, будто бы кожа немножечко была на солнце, хотя я солнце избегаю, я на самом деле бледная-бледная, прям белая, белоснежка, и благодаря этому продукту кожа немножечко выглядит такой золотистой, и поэтому я, в принципе, довольна, хватит мне очень надолго, потому что я использую немножко крема и буквально одну капельку этого средства, и получается нереальный такой медленный расход, поэтому, конечно, я буду пользоваться не только летом, но и осенью. Ну, конечно, пользуюсь не постоянно, я купила это скорее как такое баловство, чтобы просто придать коже в какие-то дни немножечко загара. Так, как вы знаете, я не пользуюсь тональными основами. А вообще-то Ракота от Гирлен, это было скорее каким-то баловством, исключением. Так-то я, конечно, стараюсь переходить на органическую косметику, и, например, покажу вам пудру, которая стала моим фаворитом. Это пудра от Bay Minerals в оттенке Light. Очень приятная вещица, пользуюсь с удовольствием. Она, правда, прессованная, но при этом очень такая сыпучая, постоянно как-то она просыпается. Ну, ничего страшного, в принципе, я пользуюсь ей дома, тоже небольшой SPF имеется. Такая приятная вещичка. И раз уж я заговорила об органической косметике, также хотела сказать, что я поменяла все же свой уход. Теперь он у меня тоже стал более натуральным, так как я пользовалась кремом La Mer, и хотела все-таки его закончить. Но девочки в комментариях обратили мое внимание на жуткий состав этого крема. И спасибо, Катерина, Harmony and Beauty, за то, что мне сказала, Вика, обрати внимание на состав, вообще выкинь этот крем. И действительно меня напугало. И я до сих пор не понимаю, как у такого дорогого продукта может быть настолько состав, быть из веществ, которые настолько, ну, даже, можно так сказать, вредны. И эти сами составляющие этого крема очень дешевые по отдельности. Поэтому я перешла на Доктор Хаушка. У меня вот вам, в пример, два средства. Это маска и крем. Во-первых, у них такие забавные тюбики, как у зубной пасты. Это, конечно, не ламер, нет никаких там ложечек, подставочек. Достаточно такое простое, лаконичное оформление. Лежали они в коробочках. И тут были, конечно же, аннотации. Но я расскажу вам именно свое мнение. Я считаю, что продукция очень достойная. Знаете, бывает, когда крем нанесешь, ты чувствуешь от него эффект. Но ты понимаешь, что этот эффект, он какой-то ненастоящий. Что там какие-то, то ли силикон, то ли что-то еще. Вот прям трогаешь, кожа гладкая. Но ты понимаешь, нет, вот крем этот смоешь, и кожа будет, как и была. Поэтому, да, здесь нет такого эффекта. Не будет там супер-вау, какой-то гладкой, шелковистой кожи сияющей. Но зато он будет, я думаю, работать постепенно. И, по крайней мере, точно не навредит коже. Будет ее увлажнять, поддерживать ее состояние. В общем, это крем, который достаточно специфически пахнет какими-то травами, каким-то лекарством даже, может быть, и маской. Чувствую, закончатся у меня эти продукты быстро. И я с удовольствием буду покупать еще, пользоваться, не бояться за свою кожу, поддерживать ее состояние. Увлажнять. Те, кто смотрит мои видео давно, еще в те времена, до того, как я стала заказывать продукты с iHerb, я всегда в торговых центрах старалась посещать магазины какой-то органической косметики, L'Occitane, The Body Shop. И моими фаворитами всегда были вот такие вот шампуни, и бальзам, и маска от The Body Shop Rainforest. Увлажняющие. И они мне так сильно нравились. Но потом я стала заказывать продукцию от iHerb, и все это так у меня, меня затянуло, я там уже столько всего перепробовала, и вернулась случайно к этим шампуням. Все равно, знаете, вот уже, наверное, пару лет прошло, но вот они будут моими фаворитами. Все равно это будут мои самые любимые шампуни. Сто процентов. Они мне идеально подходят. Да, есть неплохие шампуни, которые я заказываю на iHerb. Джейсон, может? Что-то все из головы повылетало, в общем. Который с виноградом, я забыла, как он называется. В общем, да, они неплохие, но все равно эти шампуни самые лучшие. Но я, конечно, буду чередовать, чтобы они мне не надоедали. Но все равно, кто не пробовал, обязательно постарайтесь попробовать. Так, следующий предмет, который я вам покажу, будет очень странный. Надеюсь, не вызовет никакого негатива в комментариях. Но я, правда, решила с вами поделиться, вот как я в одном из своих прошлых влогов показывала капроновые колготки уже, какие мне больше всего нравятся, которые совсем незаметные. И выяснила, что девчонка, вообще такая информация полезна. И вот тоже хотела показать одну вещь, достаточно странная, но вот хочу поделиться информацией. В общем, так я сейчас беременна, как вы знаете, у меня низкий гемоглобин, и мне делали очень много раз капельницы железа. И после вот этих вот капельниц у меня остаются синяки в определенных местах. И они очень долго проходили, и мне врач сказала, купить троксивозин или какую-нибудь мазь типа синяков. И я раньше, честно говоря, скептически к этому относилась. Ну, я купила и просто была в шоке. Я не знаю, девочки, может быть, на меня так подействовало, но, видимо, как-то сосуды сузились, и у меня и болевые ощущения прям ушли, буквально там за одну ночь. И на вид вот прям как будто 3 дня прошло, а не один. Поэтому я очень советую вам, особенно сейчас, в период, когда лето, когда многие девушки в коротких шортиках, в юбочках, в сарафанчиках, и бывает все нормально, и ножки красивые, загорелые, но какой-нибудь синяк предательский, там она где-нибудь об угол ударится, и все, вот этот синяк 2 недели проходит, и вот ты ходишь, как-то его замазываешь, там, не знаю, хотя, может, и не надо замазывать, это странно замазывать. В общем, ну, в любом случае, на самом деле, нужно купить вот такой троксивозин или другую мазь, типа синяков, по-моему, синяков даже с тональным эффектом, и реально подействует этот синяк, пройдет намного быстрее. Поэтому обязательно имейте в своей косметичке, в своей, вернее, не косметичке, а в аптечке такой крем, я думаю, что он может пригодиться, хотя, конечно, не дай бог. Мне очень понравилось в последнее время, это лунный маникюр. Я знаю, что наверняка все прекрасно знают, что это такое, мне кажется, что это очень интересный такой вариант, как французский маникюр, только наоборот получается, и маленький советик сразу вам даю, если вы хотите, чтобы этот маникюр продержался как можно дольше, выглядел как можно дольше свежее, то основание, используйте вот эту вот луну, для основания используйте белый цвет, или какой-то светленький, бежевый, и когда ваш токоть будет отрастать, это будет не так заметно, если бы, например, ваша луна была бы красная, не знаю, синяя, а светленький, он так смотрится естественно, и не видно, поэтому. И спасибо, что смотрели это видео, и всем пока, скоро с вами увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова